минут наверное 15 я вот так вот стою разглядываю со всех сторон посмотрите какая красивая лампа причем по такой просто смешной цене столько всего купила сейчас вам буду показывать я всегда все покупаю в браво доброе утро мои хорошие давненько у нас с вами не было влогов я сегодня проснулась и вы знаете такой странный сон я видела мне приснилось что как будто мне прислали на обзор новую камеру от canon какую-то супер навороченную супер дорогой она стоит как машина и мне типа ее присылают на обзор абсолютно бесплатно чтобы я ее протестировал я такая знаете радостная была во сне я просто ходила из угла в угол думала вау айка вот это успех ну да потом я проснулась и поняла что нет успеха никакого нет и все это просто сон а еще если вчерашнего дня чувствую что я начинаю болеть с одной стороны мне кажется что это коронавирус понятное дело с другой стороны это обычный грипп чешется нос чешутся глаза поэтому сейчас делаю себе тарафлюшечку и быстренько выпью здесь у меня тихо тихо загружается видео я специально отодвинул занавески чтобы было тепло так как я болею и сейчас мы с вами соберем постель аккуратненько я надела значит теплый свитер снизу меня здесь майя Майчка, очки и пью тороплюшечку. Не болеть вам тоже. Девочки, я просто обожаю тороплю. Прошло, наверное, минут 15-20, как я выпила это чудо-средство. Я уже чувствую себя просто потрясающе, как будто я никогда и не болела. И ни одно средство так не помогает. В общем, через 4 часа я опять буду пить, и болезнь отступит. А я тем временем собираюсь хорошенько одеться, надеть маску, теплую куртку, шапку и все дела. Пойти по магазинам. Хочу купить средства для снятия макияжа, кое-какой косметоз, да и вообще порадовать себя. Почему нет? После такого стресса с каналами и все дела хочется как-то, не знаю, порадовать себя, поднять себе настроение. И вообще, по-любому, мне надо купить средства для снятия макияжа, потому что они у меня просто заканчиваются очень быстро, как будто я их ем. Дело в том, что я снимаю макияж как минимум 3 раза умываясь. Я не могу уснуть, если я знаю, что хоть грамм косметики на моем лице осталось. В общем, у меня такой фетиш, и поэтому нужно частенько покупать средства для снятия макияжа. Надеюсь, что сегодня купим несколько, чтобы каждый раз не ходить. Также есть куча мелочевки, которые мне нужно купить, если что-то понравится. В общем, я вас возьму с собой, вы все это дело увидите. Особо, знаете, так наряжаться не буду, надела вот эти вот брюки. Здесь они так рваные. И вы знаете, начально они были не настолько рваные, потом они порвались еще больше. Я подумала, так даже лучше, пусть будет. Сейчас надену куртку, и все, в путь. Хотя в комнате у меня такой бардак, прийти надо и здесь прибраться. Столько дел, господи, как все успеть. Мама всегда ругается, когда я надеваю эту шапку. Хотя она супер теплая, посмотрите, это просто. Это просто Дубай тут внутри. Мама говорит, что я похожа на дурочку, когда надеваю эту шапку. Сейчас вам покажу. Напишите в комментариях, действительно ли я похожа на дурочку. На мой взгляд, обычная шапка. Очень даже теплая. Мне безумно в ней комфортно, тепло. Здесь бумбончик. Мне все нравится. Каждый раз, когда я ее надеваю, мама говорит, «Все, я с тобой не иду». Как вам? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Также есть такой шарфик, очень тоже теплый. А что нет? А что нет? Надо беречь себя, правильно? Первым делом заглянула в аптеку, потому что здесь мне кое-что нужно было купить. И просто залипла у этой полки со всякими масками и уходом. Я кучу просто отзывов слышала от блогеров, но так и ничего не купила. Просто потопталась и зашла в другой магазин. Здесь наткнулась на Нивея Мейкап Эксперт. Очень крутая штука для снятия макияжа. Прям, знаете, до скрипа очищает вашу кожу. Еще увидела в магазине вот такую вот новинку против несовершенств. Ну, вроде как это скраб, а проблемной коже не рекомендуется пользоваться скрабами. Вот эта вот двухфаска, кстати, офигенная вещица. Берите обязательно. Также прошлась по расческам. Вот эта вот мне особенно понравилась. Стоила она 5,20. Очень качественная ручка, приятная на ощупь. Понравилась прям 5 из 5. Хорошая расческа. Но я вышла из дома немножко за другим. По дороге наткнулась на магазин. Здесь были плойки, выпрямители, фены всякие. И стоило все очень-очень бюджетно. Например, вот эта вот лампа для гель-лака, ну, для сушки гель-лака, так скажем, вот эта синяя мне приглянулась. Она стоила всего 18 манат на минуточку. Вы когда-нибудь видели такие цены? Я просто в шоке. Много здесь было всякой бижутерии. Вот этот наборчик неплохой, но я бы хотела его в настоящем золоте. Он был в серебре, в розовом золоте и вот с таком вот желтом. Естественно, это бижутерия. И стоила 10 манат. Мне кажется, лучше подкопить, купить что-то маленькое, но золотое. Бижутерию стараюсь покупать в крайних случаях. А это уже мне очень понравилось. Гляньте, какая красота. Стоила что-то в районе 5 манат. Я вам цены еще буду писать внизу. Блокнотики здесь, конечно, это просто шедевр. Я обожаю их, но всегда не знаю, что там писать. Покупаю блокноты, они у меня просто залеживаются. Но посмотрите, какая это милота. Причем, знаете, они такие мягенькие, пушистые. Просто они закрыты. Вот цена около 5 манат. 5-6 вроде что-то в этом районе. Минут, наверное, 15. Я вот так вот стою, разглядываю со всех сторон. Посмотрите, какая красивая лампа. Причем по такой просто смешной цене. Хочу купить, но в тот же момент останавливаю себя. Потому что у меня дома есть лампа. Она мне не нужна. Покупать только из-за цены нелогично. Долгое время смывала макияж вот таким вот средством. Из этой серии. Натура Камчатка. А еще здесь очень интересные мочалки. Мне кажется, для детей будет идеальный просто подарок. Смотрите, как интересно и красиво смотрится. А еще сзади есть такая интересная розовенькая. Вот кто придумал эти скидки. Вот эта палетка сейчас на скидки стоит 7,40. По-моему, 7,40 она стоила там. В общем, еле сдержалась и не взяла. Дальше было еще одно искушение. Это стаканы. Особенно мне понравился вот этот черный. Мне кажется, смотрится очень лаконично, сдержанно, красиво, дорого. Не знаю, как описать этот стакан. Но это просто произведение искусства. Посмотрите, какие геометрические здесь линии. Просто бомба. А еще здесь было куча лаков. Я хотела сказать гель-лаков. Нет, просто лаков от Golden Rose. Неужели сейчас так много людей просто красят ногти лаком? Я даже не знаю, пишите в комментариях, если просто красите лаком. Интересно. Дальше такие ободочки. Опять же, для мукбанков можно создавать всякие образы. И потом я увидела еще один стакан в белом цвете. Как раз тот же геометрический, как черный. Зеркало для мамы хотела купить. Но я, если честно, размером хотела чуть побольше. И брать не стала. Сказали, что еще завоз будет. И будут покрупнее. Будем надеяться, что придут. Это тоже очень мило. Но, правда, он не очень аккуратно как-то сделан. Но поднимает настроение. Такой стакан. А здесь я не поняла, что это за рисунок. А еще мне очень приглянулся вот этот вот свитер. Он очень мягкий. Посмотрите на этот карман и ушки, которые выпирают из этого кармана. Очень милый. Опять же, у меня кожа просто фетиш на эту кожу. Хотя в комментариях писали, что Айка не бери. Запаришься. Неудобно носить и все дела. Но все равно. Зашла в магазин со всякими вот этими вот пластмассовыми штучками. С органайзерами. Тот органайзер, который я хотела, его не было. Но была вот такая вот штука. Стоила она 45 рублей. Даже 43 рубля получается. Я уже дома, мои хорошие. Встретила по дороге своих подписчиц. Я просто офигела. Наткнулась на магазин, который открылся около моего дома. К сожалению, название этого магазина я вам не скажу. Потому что он находится очень близко к моему дому. А мне не хочется болеть свой адрес. Поэтому извините меня, пожалуйста. Обычно, когда я покупаю в Нью-Йорке, в Маркове, во всех магазинах, я всегда говорю, где, по чем я купила. В этот раз я, к сожалению, эту информацию мне придется оставить под секретом, так скажем. В общем, я офигела от цены вот этой синей голубенькой лампы. Она стоит 18 монат, прикиньте. Я в жизни не видела такую лампу по такой цене. Вообще, в этом магазине все бюджетно, потому что этот магазин только открылся. Я взяла себе выпрямитель для волос. Там были выпрямители за 13 монат, что делает около 500 рублей. Причем такие неплохие, вроде на первую взгляду. Но я решила взять подороже, вроде как от Брауна. Я думаю, что, скорее всего, это реплика, потому что стоит этот выпрямитель тысячу. Я думаю, что продукция Браун стоит значительно дороже. Но я затестила, вроде как все работает, работает отлично. Я надеюсь, что и дальше так будет. Сейчас вам покажу все остальное, что я купила в этом магазине. В основном мелочевка. Я походила по магазинам одежды, там снимать не стала, потому что ничего не купила. Особо ничего не понравилось, не приглянулось. И еще, вы знаете, я была в старых джинсах, поэтому особо переодеваться не хотелось. Показывать свой внешний вид там. Поэтому я решила обойтись без этих подробностей. Сейчас вам покажу, что именно я купила. В общем, вот такая вот пловика. Сейчас вам покажу цену. Стоила она 24 моната. Но было полно по 13. Я взяла, вроде как, самый дорогой. Она сказала, что это самый лучший. И советую брать именно его. Но сейчас мы его затестим и покажу вам его вблизи. Посмотрим еще, что я купила. Так. Я взяла безворсовые салфетки на Алиэкспресс. Они стоят приблизительно так же. Возможно, чуть дешевле. Я купила за 2,5 моната. В последнее время ничего не заказываю с Алиэкспресс. Не охота ждать. Лучше чуть-чуть доплатить и купить в городе. Я что-то прям разочаровалась в последнее время. Купила такую маску. Экспресс маска. Освежающая для лица. Даже не посмотрела, сколько стоит. Кстати, что-то в районе 6 монат стоит она. Будем делать сегодня вечером и тестировать. Посмотрите, какие милые носочки я себе купила. Посмотрите, здесь корона. Корона. Вы видите это? Это очень мимимишно по мне. В общем, такие теплые носочки. Но не совсем теплые. Они такие укороченные. С кроссовками можем носить. Стоили манат 20. Выбор был большой. Но взяла именно из вот этой вот короны. Очень мило по мне. Вышивка это не наклейка. И вот зачем я ходила. Я ходила за резинками. Купила это все. И еще, ну конечно, пилочку. Обязательно. Мои хорошие, обязательно напишите в комментариях, как вы думаете, стоит ли брать лампу в эту вот голубую, которую я вам показывала ранее. Потому что цена смешная. Но по идее она мне не нужна. У меня есть хорошая лампа, которая замечательно работает. Стоит ли ее покупать только из-за ее цены. С одной стороны, думаю, может купить, оставить на запас, если вдруг сломается моя лампа, чтобы в экстренных случаях вытащить ее и использовать. А потом я думаю, что прошлая лампа мне прослужила лет 5. И возможно, через 5 лет выйдут другие лампы, более такие, знаете, навороченные, усовершенствованные. Поэтому, не знаю, вот такая вот передо мной дилемма. Пишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Наспаковочка. Я вам говорила, да, встретила по дороге подписчицу. Настолько милые, настолько классные. Огромный привет тебе, Оксана. Она, кстати, русская, живет в Азербайджане. Спасибо, Оксаночка, что меня смотришь. Мне всегда очень приятно, когда ко мне подходят на улице. Так что не стесняйтесь, подходите. В общем, в чем заключается суть? Та, которая стоила в 2 раза дешевле, она была чуть-чуть потоньше. И вроде как мне продавщица сказала, что этот лучше. Не знаю, она сказала лучше, потому что он дороже или по другим каким-то критериям. Но я так немножко затестила в магазине. Вроде как волосы выпрямил. Причем я взяла немало волос. Такую, знаете, большую прядь. Сейчас будем тестировать. Наконец-то! Просто наконец-то! Здесь какая-то штука. Надеюсь, что так и должно быть. Прошлый выпрямитель, утюжок там правильно называется, он мне служил лет, наверное, 13. Мне вообще техника очень долго служит. Вот, надеюсь, что этот тоже будет прям долго-долго мне служить верой и правдой. А тем временем этот кайфарик здесь спит. Вы знаете, иногда я тоже хочу стать котом. Просто ей спать, ей спать и отдыхать, как делает вот этот вот король. Сейчас я пытаюсь выпрямить волосы. В принципе, у меня все получается. Единственный минус этого утюжка, это то, что кнопки находятся вот здесь. Вот получается, я вот так вот беру утюжок. Мне либо надо нажимать на экран, либо на кнопки. Нажимая на кнопки, я как бы меняю режим. И это меня не очень устраивает. Лучше бы, если бы эти кнопки были бы внутри. Я видела утюжки. Вот сейчас опять я нажила. Но что нажила, понятия не имею. Если бы эти кнопки были бы вот здесь, было бы намного круче. Я немного прогадала, если честно. Но, возможно, я позже привыкну. А так, в общем и целом, я как бы поставила минимальную температуру. Но при этом волосы получаются идеально ровными. В общем и целом, я не очень разобралась с настройкой. Вроде как, здесь есть блок, на который можно нажать. Если даже на кнопки ты нажимаешь, они не нажимаются. Но почему-то сам этот блок, как будто он в блоке. Со всей дури нажимаю, что-то ничего не меняется. Девчонки, не знаю, радоваться или плакать этой покупки. Потому что немного не устраивает, как работают кнопки. Но, возможно, я просто не разобралась в настройках. Здесь есть кнопка блокировки. Чтобы в процессе того, как я выпрямляю волосы, нажимаю на кнопки, они чтобы не работали. В общем, конечный свой вердикт смогу вам дать где-то, наверное, через месяц. Когда уже буду постоянно использовать этот выпрямитель. Я уже пью второй стакан тераплю. Хотя себя чувствую замечательно. Как вы думаете, кто меня заставил пить второй стакан? Маме, конечно. Она говорит, пей, а то будет хуже. Тебе нельзя болеть. Надо работать. Надо зарабатывать денежку и все дела. Так, я распустила волосы. Немножко прошлась утюжком. Оказывается, он очень даже хорошо выравнивает волосы. В общем, понравился он мне. Правда, там приноровиться надо с кнопками. Немного непривычно место расположения кнопок. А так все окей. Заказала, значит, роллы. Но я хочу кушать не просто роллы, а рядом с роллами, чтобы было еще что-то. В прошлый раз, вы помните, были роллы и винегрет. В этот раз, я думаю, что пусть будет роллы и обычный греческий салат. И для этого нужны огурцы. Сейчас как раз-таки пойду их покупать. Но для начала нужно сделать красивую перческу. Хочу сделать косы. Причем колосок вот отсюда. Так, мои хорошие, я уже дома вся в ППХ. Вот столько всего купила. Сейчас вам буду показывать. Я всегда все покупаю в Браво. Вот такие вот кукурузки от Бен Дюэль. Так, быстро-быстро покажу вам продукты. Сметана. Взяла огурчики. Вот как раз-таки сейчас нам понадобятся огурчики. Перчик. Здесь у нас слобода. Майонез оливковый. Черный ржаный хреб. Я его просто обожаю. Хотя хреба особо так много не ем. Так, это для бабушки. Бабушка любит вместо сахара. Вот такие вот. Ну, как они вам по-русски называются? Я тоже не знаю. Ну, это ладно. Кто-то учуял крабовые палочки. Вот такую вот огромную упаковочку сразу взяла. Крабовых палочек много не бывает. Запомните. Это значит перловая крупа и сливочное масло. И здесь яйца. В общем-то говоря, все. Я всегда закупаюсь в Браво, потому что, ребят, там дешевле всего. Вот я сравнивала цены. Сколько не сравнивала, понимаю, что в Браво самые доступные цены. Изначально я хотела сделать косички, но потом решила остановиться на вот таких вот хвостиках с каждой стороны. Помню, очень даже красиво получилось. Сделала мейк. Так слегка подправила. Сложно назвать это, что я сделала мейк. И всегда сталкиваюсь с одной и той же проблемой, что у меня нет налички, чтобы дать курьеру. У меня дома вообще денег нету. От слова совсем. Все на карточках. А еще смотрите, какой хулиган. Что он делает? У него в миске есть вода, ребят. Почему он так делает, я реально не понимаю. Я не догоняю. Я слышала в ТикТоке, что животные, они экономят свою воду. Это типа инстинкт. Свою воду он экономит, а нашу вот отсюда пьет. Господи, бог мой. Нормальный. Смотрите, что он делает. Все, я жду роллы. Время уже 8. Я так смотрю на время и думаю, блин, сколько времени. Я, кстати, долгое время никак не могла научиться механическим часам. Да, мам? Я жутко нервничала по этому поводу. Это у нас певец. Певец, которому нужен дворецкий. Вот он выходит на балкон, потом оттуда мяукает, что я хочу обратно. Потом обратно уходит на балкон. В общем, для него нужно нанять специального дворецкого. У нас вакансия открыта, ребят. Кто хочет? Открывать, закрывать нужно будет двери. И все. И все. Добавила еще сюда маслины. Возможно, греческий салат готовится совершенно иначе. Я вам показываю так, как я его готовлю и люблю. Я буду заправлять все это дело оливковым маслом. И еще сверху посыпать натертым, натертым сыром. Но это будет уже при подаче. Ура, 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 девочки. Пришли роллы. Открываем. У нас не просто салат будет, а салат и роллы. Мне понравилось подобное сочетание. Так, соусы нам положили. Имбирь, васаби. Всегда две упаковки палочек. Молодцы они в этом плане. Не жалеют. То есть, и открываем. Ой, заговорилась. И открываем. Гляньте, какая красота. Как все аппетитно, красиво. Просто вау. Пять из пяти. Рыбка здесь вообще бомба. Жалко, мамочка не любит роллы. Смотрите, как все аппетитно, красиво смотрится. Даже раскладывать не хочется. Хочется просто взять вот так вот, положить перед собой и начать есть. Девочки, у меня прям слюнки. Разложила все аккуратненько. Еле-еле уместила вот в эту посуду салат. У меня, к сожалению, либо слишком большая, либо слишком маленькая. Мне кажется, есть из этой будет очень неудобно. Надо прикупить кое-что из посуды тоже обязательно. Приступаю к съемкам.